По данным Сочи Света, в нынешнем году статистика противоправных действий снизилась. Но все же есть, помимо вандализма, совершаются кражи муниципального имущества, прожекторов или плафонов. К примеру, в сентябре похищено 12 прожекторов в районе отеля Камелия, пять световых приборов со скульптурной группы Мацеста. Кроме этого, были срезаны провода недалеко от здания администрации Хостинского района и приведены в негодность декоративные торшеры в сквере для влюбленных. Кроме этого, у нас еще немаловажная проблема. Это то, что на опорах освещения, но также хочу добавить, что на газовых трубах, на углах домов, на всем, что можно, люди клеят объявления различного рода. Вот это то же самое немаловажно. То есть затрачиваются силы и средства администрации и нашего предприятия для того, чтобы удалить это все с опор. Любителям расклеивать объявления на мачтах освещения специалисты напоминают, что это влечет за собой уголовную или административную ответственность. В том числе и для тех, кто, желая снять такую ответственность себя, набирает для расклейки объявлений малолетних детей. Ведь привлечение несовершеннолетних к работе без разрешения родителей – серьезное нарушение закона. Для размещения объявлений существует масса площадок, от интернет-ресурсов до бегущих строк, организованных в утвержденных местах. Горожан просят обращать внимание на подобные нарушения, а о фактах вандализма сообщать в полицию или диспетчеру Сочи Света по номеру телефона, который вы видите на экране.